Добрый день всем добрым людям. У нас 20 марта 2022 года, в Киеве 16-19, идет 25-й день войны, развязанной Путиным против Украины. У нас очередная политинформация. В общем и целом существенных изменений на фронте нет. Имеются небольшие локальные успехи, небольшие локальные тактического масштаба контрнаступления украинских вооруженных сил. В целом по оценкам, причем не только генштаба ВСУ, но и зарубежных экспертов, среди группировки российских войск осталось порядка 80 боеспособных батальонов тактических групп из примерно 120 введенных в эту кампанию. То есть в данном случае оценки совпадают иностранных экспертов, и официальные заявления о том, что четвертая, может быть, третья часть боевых тактических групп утратила начальную боеспособность. Больше или меньшей степени нуждаются в восстановлении. Российское командование пытается собирать возможные резервы. И что чрезвычайно красиво и забавно, это то, что они уже притащили, они уже в Москве 500 террористов из Ливана, Хизбалла, ну, в общем, это проиранская, созданная, финансируемая, вооруженная иранскими экстремистами, террористическая организация Хизбалла, которая уже много-много лет терроризирует Ливан, разрушая это некогда прекрасное государство. Вот теперь 500 этих арабских террористов прибыли в Россию, сейчас их готовят, наверное, ждут, пока потеплеет, и, соответственно, отправят на борьбу в защиту русского мира против украинских нацистов. Что-либо более красивое даже трудно было бы придумать. Вот, теперь, значит, смотрим, что у нас происходит непосредственно в зоне боевых действий. Ну, то, что около Киева я даже не рисовал сегодня никакой карты, потому что просто ничего не изменилось. Фактически за последние две или даже три недели никакого продвижения российские силы не имеют. Попытки охватить Киев с запада с направления Нафастов через Макаров Нафастов полностью провалились. Здесь Макаров по-прежнему держится в украинских руках, ну, линию условного фронта проходит Ерпень, Буча, Макаров. Там она, собственно говоря, и стабилизировалась. Что будет дальше, непонятно, но Генштаб ЗСУ утверждает, что противник там накапливает силы для, возможно, еще одной попытки. О наступлении прорыва в Киев, хотя я не исключаю, что это, скорее, определенная информационная кампания страны Украины. Едва ли сейчас российское командование настолько безумно, чтобы такую попытку предпринять, хотя с безумством у них было все очень пока что хорошо. Что происходит на северо-востоке Украины, на огромном пространстве Чернигов, ну, Киев, Чернигов, Сумы. Ситуация, по большому счету, не изменилась. Чернигов, Сумы блокированы, но остаются в руках украинских войск. Чернигов соединился, восстановлен, сухонул контакт дороги с Нежином, дальше через Нежин, при Луке, возможно, связь с Киевом, ну, и, собственно, со всей остальной страной. А Нежин, при Луке, Ромны остаются в украинских руках. К северу от броваров, вот по шоссе, соединяющей бровары с Черниговым, небольшое локальное контрнаступление украинских войск. Отодвинули их примерно на 20 километров от броваров. Вот такая ситуация. Здесь по-прежнему мы имеем вот этот самый слоеный пирог. Часть дорог контролирует, ну, в частности, дорога, которая идет на Нежин, от границы до Нежин, контролируется агрессором. Шоссе между Черниговым и Киевом. Там сложная ситуация. Оно в общем и целом в руках российских войск. Они постоянно контратакуются с воздуха или отдельными боевыми группами, наверное, так сказать, с флангов. Вот так примерно выглядит эта ситуация. Далее. Харьков. Харьков по-прежнему остается в украинских руках. По-прежнему коммуникации, ведущие на юг и на юго-запад от Киева, свободные. Локальное контрнаступление украинской армии в районе Дергачи без руки отодвинули агрессоры примерно еще на 10-15 километров, как видите, к северу от Харькова. По-прежнему группировка российских войск в районе Вильча, Волчанск, нависают над городом. Город продолжают безпущадно обстреливать. Что происходит в районе так называемой Луганской народной республики? Значит, славянский роматорг полностью в украинских руках. Попытка наступать на это направление российских войск полностью ликвидирована. Фронт находится примерно так, как я обозначил. Изюм, сложно сказать, по-прежнему бой за город продолжается, но продвинуться дальше Изюма на юг, безусловно, не удалось. Безусловно, не удалось. Наступление российских войск севера на Рубежное остановлено. Противник отброшен от Рубежного. Рубежное, по крайней мере, так было на утро сегодняшнего дня. В руках украинских войск севера Донецк-Лесичан, соответственно, тем более. Попытка наступать с территории Луганской народной республики на Попасную разгромлена. Противник отброшен, Попасная в украинских руках. По-прежнему самая тяжелая и трагическая ситуация в Мариуполе. Там ситуация, если... Это я нарисовал по сообщениям украинской стороны, дополненной другими источниками. Если этому верить, то внешнее кольцо, если можно сказать, с окружением Мариуполь, но украинские войска отброшены на линию Гуляй-Поле-Великая-Новоселка-Маринка. Это где-то порядка 100 километров от Мариуполя. Здесь разрыв. Это не значит, что эта территория кем-то занята. Это значит, что украинские войска находятся вот по этой линии. Условно, очень условно, в линии фронта. А за Мариуполь идет ожесточенный бой уже не первую неделю. Город в значительной степени разрушен. В частности, ракетным обстрелом разрушен Азовсталь. Грандиозный вот этот комбинат металлургический. Тем не менее, в последние два дня украинские силы провели, как это ни странно, контрнаступление на Востоке. И в результате Восточный и центр города, сейчас Мариуполь и центр, восстановлен контроль. Со стороны украинских сил наступление российской стороны происходит с запада. То есть там, где они вырвались из Крыма и практически без боя смогли подвинуться через Бердянск, Мариуполь и Мелитополь, извиняюсь. В результате продолжаются бои. В ходе этих боев на Восточном, Восточном окраинах Мариуполя, где наступала 150-я мотострелковая... Боже, как же она все правильно называется? 80-я, Идрицкая, извиняюсь, 150-я Идрицкая-Берлинская ордена Кутузова. Мотострелковая дивизия, созданная недавно... Ну как, дивизия, это было три формирования во время войны. Первая разгромлена, вторая, третья. Войны в Великой Отечественной. Третье формирование 150-й стрелковой дивизии штурмовало Берлин и поднимало знамя над Рейхстагом. В результате в 16-м году ее возродили, эту дивизию. Она сформирована очень серьезно, такая экспериментальная элитная дивизия с двумя танковыми полками мотострелковой этой дивизии. В том числе 68-й гвардейский танковый, Житомирско-Берлинские краснознамены, ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского танковый полк. Вот, все это дело с востока, то есть с территории так называемой Донецкой Народной Республики, с востока наступало на Мариуполь. Отброшено, командир дивизии генерал-майор Олег Митяев убит. Это практически уже подтверждено многократно. Это произошло, по-моему, вчера или позавчера. А свежая новость боев на этом направлении – это ликвидирован генерал-лейтенант. На сей момент это самое большое звание. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий 8-й армией Южного военного округа Российской Федерации. Это та армия, которая наступала и наступает. Наступает на Мариуполь с запада, то есть со стороны Херсона, Мелитополя. Его, судя по всему, где-то там в районе Херсонского аэродрома во время авиационного удара ликвидировали. Таким образом, на сей момент их уже пятеро. Уже упомянуты, значит, Митяев и Андрей Мордвичев. Кроме того, уже уничтожен командующий 29-й армии Восточного военного округа Андрей Колесников. Начальник штаба 41-й армии генерал-майор Виталий Герасимов. Генерал-майор Суховецкий, командир десанта штурмовой дивизии. Это пять генералов. Но к ним можно еще, конечно, добавить для численности Магомеда Тушаева. Это командующий кадыровских карателей, которые то ли 26-го, то ли 27-го февраля, в самом начале войны, при первой попытке прорваться в Киев, был ликвидирован. Ну, поскольку там у кадыровцев звания раздаются, что генеральские, что академиками там все становится, это не очень генерал. Так что все-таки будем считать, что пока пять генералов, вместо того, чтобы, как я многократно призываю, спуститься в бункер Путина и его оттуда вытащить, вот они предпочитают так, бесславно заканчивать свою жизнь и свою воинскую карьеру. Что происходит в районе Николаев-Херсон? Ну, на данном этапе можно сказать, что сражение за Николаев завершено. То есть российские войска отброшены от города. Фронт, ну, условно, весьма условно, еще раз повторяю, фронта как такового нет. Есть дорожное направление и движение войск по ним и какие-то узловые точки. Значит, агрессор отброшен на линию Новой Одессы-Баштанка на юге, примерно 40 километров от города по направлению Херсону. Так что непосредственная угроза захвата Николаева на сей момент ликвидирована, что тем более обозначает абсолютную невозможность для российского командования что-либо сделать с Одессой. При этом 58-я армия продолжает странные движения на север, то ли с отвлекающей целью. Сейчас они вышли практически на административную границу Херсонской и, если не путать, Днепропетровской областей. Другая версия, которую высказывает Том Купер, многократно нами упомянутый военный эксперт, что они просто пытаются минировать дорожные направления, такие рейды, можно сказать, диверсионного характера, чтобы в дальнейшем, минируя дороги, разрушая мосты и переправы, препятствовать в последующем контрнаступлению украинских войск, а, возможно, и попытка выйти на границу Херсонской области с тем, чтобы провозгласить Херсонскую народную республику, к чему вроде бы они усиленно пытаются, и чтобы она так красивенько совпадала хотя бы где-то с границами Херсонской области. Может быть, это и так. Отмечаются большие потери, которые нанесены российским войскам, которые отступали от Николавы на Херсон. Предположительно, очень успешно их одолбили баррактарами, этими самыми прославленными турецкими беспилотниками. Что еще можно добавить к, прямо скажем, мало... Ну, существенных событий на фронте не происходят, имеют место, не считая Мариуполя, имеют место бои местного значения, в ходе которых украинская сторона и украинское командование на отдельных участках несколько улучшило ситуацию. Нового и, на мой взгляд, очень интересного сегодня, то есть 20 мая, еще раз в воскресенье, утром появились сообщения о том, что белорусские железнодорожники что-то такое сделали с железной дорогой, по которой с территории России через Белоруссию идет снабжение в 35-ю российскую общеросковую армию, которая стоит... Она не наступает, она стоит около Киева, и что-то там какой-то саботажик имел место быть. То есть белорусские партизаны. Не гарантирую достоверность, не могу ничего сказать на сию минуту по поводу масштаба события, но само по себе, само по себе событие, то есть появление белорусских партизан, конечно же, нас всех не может не радовать. Что происходит в воздухе? Что происходит в воздухе? Противник по-прежнему обладает превосходством, как количественным, так и техническим, за счет массированного использования баллистических и ракетно-оперативно-тактических, Искандеров и точек. Чего они добились? Ну, у меня сейчас обзор за два дня. Значит, два дня назад они запустили то ли пять, то ли шесть Искандеров по Белоруссии, по сторону Львова. Один из них был перехвачен и уничтожен комплексом С-300. Несколько улетели куда-то не туда, но три Искандеры попали в местный львовский аэродром, аэропорт, где разрушили технические, ну, два здания с техническим мастерским, мастерские, или это назвать, пункт технического обслуживания. Вот такой вот, значит, это у них успех есть. Если это можно назвать словом успех, продолжаются аварусские разрушения Мариуполя. Вчера, значит, 19-го, они отбомбились по художественной школе номер 12, подвал, который использовался как убежище, где было порядка 400 мирных жителей, здание разрушено. Разбор завалов затруднен тем, что в городе идет бой. Какова судьба людей, которые были в Укритии, сказать сложно. Сказать сложно, ожидать можно чего угодно. Фарсовая, заключение разговора о войне в воздухе, фарсовая история про гиперзвуковую ракету «Кинжал». Как те, кто еще имеет терпение смотреть российские средства информации, знают, что, по-моему, два уже дня назад эта самая гиперзвуковая ракета «Кинжал» нанесла удар и сокрушила что-то такое ужасное. Сначала было сказано, что Ивано-Франковский аэропорт, аэродром, а потом было сказано, но уже, правда, на уровне, так сказать, тролли, этих толпы троллей, которые запускаются в публичное пространство, что вот этим «Кинжалом» был уничтожен некая подземная лаборатория, где под руководством американцев вот из этих сушеной жабы и яд гадюки варилось бактериологическое оружие. Ну, что касается «Кинжала», то еще несколько лет назад, вне всякой связи с этой войной, я, по-моему, то ли для «Фонтанки», то ли на новые газеты, делал по этому поводу маленький материальчик, поэтому мне это просто пояснить, иначе никакой гиперзвуковой ракеты «Кинжал» не существует. Это «Искандер». Это тот самый баллистическая ракета «Искандер», оперативно-тактическая ракета, которую приспособили подвесить под тяжелый истребитель-бомодировщик. Подсухов его, по-моему, вешают. Поскольку любая, любая баллистическая ракета, которая летит на дальность 200-300 километров, любая разгоняется до гиперзвуковых скоростей, начиная с фау, начиная с немецкой фау-2 1943 года рождения. Любая из них идет по баллистической кривой, выходит из плотных слоев атмосферы, и там разгоняется до больших гиперзвуковых скоростей. В этом смысле, конечно же, «Искандер», подвешенный под самолет и названный словом «кинжал», имеет право называться гиперзвуковой ракетой. Хотя, конечно же, в нормальном техническом языке под гиперзвуковой ракетой принимается аэродинамический аппарат, который летит благодаря подъемной силе крылышков, у которого есть, ну, как правило, прямоточные воздушно-реактивные двигатели, которые управляются аэродинамическими рулями, аэродинамическими силами. Ничего подобного в России, конечно же, работающего, летающего, тем более, используемо-го боевые действия, конечно, нет. Но самое смешное не это. А самое смешное то, что, ну, сейчас же обманывают трудом в 22-м году 21-го века, то, что они показали в качестве разрушенного страшного объекта кинжалом оказался склад сельхозтехники на востоке даже, не на Ивано-Франковске, а на востоке Украины, в каковы склады они попали в первую неделю войны. Вот. Таковы дела на фронте, на том настоящем фронте, где мужественные бойцы украинской армии, территориальной обороны, остановили наступление противника и наносит ему чувствительные удары. А теперь несколько слов про тот фронт информационной войны, который вот мы здесь в частности, в частности здесь и ведем. Прежде всего, конечно, по поводу той компании, петиции, которые мы предлагаем и предложили, предлагаем, и я сейчас снова напоминаю, ссылочка будет в первом комменте, петицию, которой каждый гражданин США, только гражданин США, может направить своему конгрессмену своему сенатору, как законный избиратель и гражданин, с требованием, ну, там написано, то есть оказать незамедлительную военно-техническую помощь на Украине, в частности, передачи тех самых МиГ-29, которые прекрасно знакомы и украинским летчикам, и украинскому наземному персоналу, которые есть в странах Восточной Европы, которые могут быть немедленно переданы. Значит, компанию эту мы запустили два дня назад, два дня назад, я сейчас еще в Америке утро, а готовился я, когда в Америке была глубокая ночь, поэтому эта информация на вечер, вчерашнего американского дня, вчерашнего американского дня, нашу петицию, ну, скопировали и, скорее всего, отправили, если человек зачем-то ее скопировал, то, наверное, он все-таки ее отправил, порядка, порядка десяти тысяч, десяти тысяч заходов и копирований, кроме того, значит, имеет место явный экспоненциальный рост, то есть ком начал накапливать, это самое, катиться, снежный ком, и, что интересно, параллельно еще две другие группы политических, скажем так, не политических, а общественных активистов, не всякой связи с нами, запустили компанию, тоже петиция обращения к американским конгрессменам того же самого содержания, что интересно, абсолютно параллельно с нами, но направлено в том же направлении, еще раз призываю тех, кто нас смотрит в Соединенных Штатах, кто имеет паспорт гражданина Соединенных Штатов, вы можете зайти там по ссылке, там большой сайт «Protect Ukraine Now», «Защити Украину сейчас», где есть текст, инструкции, как найти своего конгрессмена, куда нажать, причем, еще раз повторяю, это всего лишь болванка, вы, как гражданин, имеете полное право эту болванку резать, кромсать и вообще написать свой текст, это всего лишь примерный устав колхоза, это так называлось, это болванка для примера. И завершая разговор о событиях на фронтах информационной войны, я решил, что самое время поделиться с вами, почтенная публика, моими наблюдениями за противником, моими личными наблюдениями за противником. Значит, если вы это не можете не заметить, что комментов от ботов у нас там мало, это же не случайно, я непрерывно работаю правой рукой, и моя мышка уже стерлась практически до нуля. Разумеется, я беспощадно баню, уничтожаю и изгоняю всех, кто пытается использовать мою платформу, мой YouTube-канал с тремя сотнями тысяч подписчиков, с просмотрами, как я уже называл, 7,5 миллионов просмотров за 28 дней, сейчас, наверное, уже 8 миллионов. Разумеется, неуважаемые боты, я не для вас это все делал, и никто вам не позволит, конечно же, в условиях войны использовать.